В городах Челябинской области отреставрируют памятники, построят спортивные площадки по проектам школьников. Дети участвовали в конкурсе «Измени свой город к лучшему». Какие территории ждет преображение, Юлия Савосина выяснила. Это крест, который сейчас находится в складе у нашей церкви. Это поконный камень. Мы будем завозить его. Нам приезжают спонсоры. А еще в сквере, проект которого разработали Иван и Андрей, Будут цветочные клумбы, лавочки и памятные таблички с именами погибших воинов. Придумали мальчики и названия для реконструированного мемориала «Один народ, одна память» как посвящение событиям гражданской войны. Белогвардейцы и красногвардейцы – это жители одной страны. И они должны жить вместе, не воюя. И мы решили объединить их. И именно церковь – это будет означать белую гвардию, которую разрушили красногвардейцы. А красногвардейцев означает памятник, который был в честь них и открыт. Свой проект школьники защищают перед жюри на конкурсе «Измени свой город к лучшему». Убеждают, такое место для жителей села Хотино необходимо. Местные готовы помогать материалами и рабочей силой. Однако своих средств на все работы не хватит. Бюджет – 250 тысяч рублей. Именно столько получит на реализацию своего проекта победитель конкурса от организаторов – русской медной компании. На совещании жюри долго спорит. Лучшую идею нужно выбрать из 10 вариантов. А это и форум лидерства, и реконструкции памятников Победы и школьные скверы. В итоге Победу одерживает проект девятиклассницы из поселка Новый Урал Анастасии Кормильциной. Девушка предложила отреставрировать мемориал воинам Великой Отечественной войны. Если честно, то до сих пор даже не верится. Понятно, что предстоит большая работа. Одно дело на словах, главное его воплотить. На нас выпала большая ответственность, и главное – нужно это сделать сейчас. Потому что это нужное и важное дело. Все проекты, безусловно, были интересные, вполне реализуемые. Но нам понравился, нашей комиссии понравился больше всего проект номер один. Но, безусловно, было видно, что этот проект нужен населению, нужен школе, нужен детям. И он, в принципе, вполне реализуемый. А вот в Карталах Победу одержали сразу две идеи. Победителем от РМК стала Ангелина Зерцалова. Школьница представила самый скромный проект. Она просила помощи в строительстве школьной спортивной площадки. Жюри после долгих обсуждений приняло решение, что эта идея достойна награды. Слава Богу, мы приходим к тому времени, когда спорт становится нормой жизни. И для русской медной компании это очень важно. Потому что мы поддерживаем спорт, массовый спорт и спорт высоких достижений. Еще один проект поддержит администрация Карталинского района. Ученик пятого класса из села Великопетровка просил установить тренажеры для занятий спортом под открытым небом. И глава пообещал – его мечта сбудется. Юлия Савосина, Павел Головин, ОТВ.